Гипопартириоз Гипопартириоз это заболевание, которое сопровождается, при котором у нас низкий кальций и низкий или низко нормальный уровень аппарат гормона. Наличие нормального аппарата гормона у нас не исключает гипопартириоз, так как на фоне гипокальциемии у нас в ответ должно быть повышение аппарата гормона. Если его нет, то значит это гипопартириоз. Из диагностики коротко, на что нам надо обратить внимание. Нам в жизни может рассказать о том, что это может быть гипопартириоз, если мы знаем, что у пациента есть какие-то определенные генетические заболевания или есть какие-то компоненты, которые могут встречаться вместе с гипопартириозом. Клиническая картина, конечно, это в первую очередь судорожный синдром, это тонические локальные судороги, но могут быть и генерализованные судороги. В физикальном обследовании мы должны обратить внимание на наличие симптома трусо и хвостыка, которые тоже могут нам говорить о том, что есть гипокальциемия, нарушение ритма сердца могут быть, ну и ряд еще дополнительных особенностей. Лабораторные тесты. Нам обязательно нужен биохимический анализ крови для того, чтобы убедиться, что есть снижение кальция, повышение фосфора, гормональный анализ крови, посмотреть уровень витамина 25, гидроксивитамина D и парад гормона, биохимический анализ мочи, чтобы убедиться, есть или нет повышенной кальциуреи. И в зависимости от того, что мы получим, мы уже будем решать вопрос о проведении генетического тестирования, если в этом есть необходимость и смотреть, какой именно тест нам нужен. Нам для того, чтобы определиться с тем, как мы будем лечить гипопартериоз, нужно определиться с его этиологической формой. Не всегда, но как правило. Если на данной картинке у нас указаны различные варианты гипопартериоза, и первые два варианта, аутосомодоминантная гипокальцемия первого типа и аутосомодоминантная гипокальцемия второго типа, это заболевания, при которых у нас может быть и нет снижения парад гормона, оно связано с тем, что у нас нарушается чувствительность кальциочувствительного рецептора, и он не может определять то, что кальций сниженный, всегда его определяет как будто бы повышенным. То есть это активация кальциочувствительного рецептора, и тут могут быть свои особенности. Так как кальциочувствительный рецептор у нас не только в парасчетовидных железах, но и в почках, и в связи с этим у нас могут быть определенные подходы к лечению именно этих пациентов. Следующие несколько блоков представлены именно обученным классическим гипопартериозом, который сопровождается именно снижением секреции парад гормона или нарушением образования закладки парасчетовидных желез. И практически при всех этих заболеваниях могут быть дополнительные компоненты, о чем я говорила ранее, что нам очень важен анамнез жизни пациента, чтобы понять, какая... Микрофон, пожалуйста, потому что у нас запись идет. А я... так? Слышно? Сейчас лучше слышно? Я прошу прощения. Да, и псевдогипопартериоз – это тоже немножечко другое заболевание, когда у нас идет резистентность к парад гормона. И у нас парад гормон в данном случае будет резко повышен. И есть особенности лечения этого заболевания тоже. Важен патогенез, да, нужно понимать патогенез заболевания для того, чтобы понимать, почему мы назначаем те или иные препараты. Парад гормон у нас... Органами-мешенями парад гормона в первую очередь является костная ткань и почки. В костной ткани у нас происходит резорпция костная, за счет этого у нас получается повышение кальция. А в почках у нас происходит несколько процессов. Да, у нас снижается экскреция фосфора, у нас повышается экскреция кальция. А еще самое главное – у нас происходит активация под действием парад гормона 1-альфагидроксилази, которая в свою очередь активирует обычные нативные формы витамина D и превращает в активную форму. В данном случае 25-гидроксилази витамин D превращается у нас в 1-25-дигидроксилази витамин D, который является самой активной формой данного витамина. И, соответственно, мы в первую очередь назначаем данным пациентам именно гидроксилированные формы витамина D. Это может быть альфа-кальцидол, который является препаратом витамина D, который гидроксилирован по первому положению. Или это может быть уже кальцидол, который гидроксилирован и по первому, и по 25-му положению. Кальцидол является наиболее активной формой витамина D. А для альфа-кальцидола у нас есть необходимость его дополнительного гидроксилирования в печени. И в некоторых случаях нам приходится выбирать не альфа-кальцидол, а кальцидол, а в каких, я скажу тоже ниже. Какие у нас есть дополнительные опции? Мы можем назначать препараты кальция в том случае, если мы не справляемся в плане коррекции гипокальцимии. Если мы видим, что у пациента есть недостаточное употребление кальция по каким-то различным причинам внутрь. Если у нас есть нарушение всасывания кальция из кишечника. Но опять же есть случаи, в которых форма гипопаратириоза, при которых нам препараты кальция желательно не назначать. Есть возможность такая, как назначение тиозидных диуретиков. В данном случае не для лечения самой гипокальцимии. А в том случае, когда у нас есть выраженная гиперкальциурия, то тиозидные диуретики могут... Если мы не справляемся с коррекцией гиперкальциурии при помощи изменения доз альфа-кальцидола препаратов кальция, то у нас есть такая опция, как назначение тиозидных диуретиков для снижения кальциурии и, соответственно, снижение почечных проблем, которые могут быть у этих пациентов. Это нефрокальциноз и мочекаменная болезнь. Препараты магния мы тоже дополнительно можем назначать, если у нас есть снижение уровня магния. Диета. Диета. Тоже может быть несколько вариантов этой диеты. Если мы видим, что пациент недостаточно потребляет препараты, содержащие кальций, мы можем добавлять их. А в случае, если у нас есть гиперкальциурия, также мы можем рекомендовать диету со сниженным содержанием натрия хлорида. Это тоже будет помогать снижать экскрецию кальция с мочой. Также при помощи диеты мы можем справляться с гиперфосфатами. И если мы, опять же, не справляемся на фоне коррекции терапии, то снижение пищевых продуктов, содержащих большое количество фосфора, нам тоже может помочь. По поводу холикальциферола к единому мнению мы не пришли. Насколько это необходимо? Есть зарубежные публикации и в рекомендациях это есть, что назначение холикальциферола необходимо данным пациентам. Потому что вроде как холикальциферол может иметь еще дополнительные свои функции выполнять, не превращаясь в активную форму. А еще он может превращаться в активную форму витамина D при помощи тканевых альфа-гидроксилаз. Но насколько действительно это помогает для компенсации заболевания, таких крупных данных, по крайней мере, у нас нет. Чтобы мы могли с уверенностью сказать, что да, нам это точно нужно. Какие цели мы преследуем? В первую очередь это отсутствие клинических проявлений. Данные цели мы достигаем путем нормализации уровня кальция. И если мы говорим про стандартный гипопаратериоз, то мы стараемся придерживаться уровня кальция ближе к нижней границе нормы. Когда я говорила про патогенез заболеваний, я говорила о том, что у нас парад гормон, помимо того, что в почках регулирует, влияет на 1-альфа-гидроксилазу, он также влияет на реабсорбцию кальция из почечных канальцев. И когда у нас нет парад гормона, у нас все равно понижена реабсорбция кальция из почек. И, соответственно, может возникать гиперкальцирия на фоне нормального уровня кальция. В связи с чем мы стараемся уровень кальция держать ближе к нижней границе нормы. Уровень органического фосфора также должен быть в пределах референсных значений, потому что, опять же, гиперфосфатомия может приводить к тому, что кальциофосфатные комплексы будут откладываться в мягких тканях, в почках, приводя к нефрокальцинозу, в головном мозге, приводя к синдрому Фара и вызывать также катаракту. Следующая наша цель – это минимизация риска развития осложнений. Тут, наверное, как раз про неорганический фосфор тоже можно отнести сюда. Это именно минимизация риска осложнений самого гипопартириоза. Контроль за кальциоурией нам необходим практически при всех формах гипопартириоза, так как мы должны следить за тем, чтобы не было высокой кальциоурии и не развивалось или не прогрессировало поражение почек. Перспективные виды терапии. Помимо альфа-кальцидола и кальциоурии, сейчас все больше и больше говорят о заместительной терапии парадгормона. В настоящий момент есть большое количество клинических исследований и не клинических исследований тоже, которые нам показывают, что парадгормон, как его форма 1.84, так и 1.34, могут быть эффективным и достаточно безопасным методом лечения. Есть свои ограничения, связанные с тем, что это паранатуральное лечение, то есть это инъекции. В случае парадгормона 1.34 это несколько инъекций в день или помповое введение парадгормона. Надо сказать, что в настоящий момент идут клинические исследования парадгормона 1.34 продленного действия. Что касается парадгормона 1.84, то он зарегистрирован в США и в Европе для лечения гипопартириоза, но это очень дорогостоящее лечение. И в рекомендациях наших коллег зарубежных тоже рекомендуется применять его только при тяжелом течении гипопартириоза и невозможности его скорректировать при помощи активных гидроксилированных форм витамина Д. И я бы хотела еще сказать по поводу особенностей некоторых форм гипопартириоза, особенностей именно терапии этих форм. Уровень кальция, как я вам говорила раньше, должен быть в пределах, ближе к нижней границе нормы при гипопартириозе. Но если мы говорим про псевдогипопартириоз, то мы можем не придерживаться такого правила, так как при псевдогипопартириозе у пациентов редко бывает гиперкальциурия. Она может быть только в том случае, если у них есть гиперкальциемия. Связано это с тем, что не все ткани одинаково нечувствительны к парадгормону при псевдогипопартириозе. И нисходящие почечные канальцы, они остаются чувствительными к парадгормону. И, соответственно, на фоне повышенного парадгормона в организме у этих пациентов не наблюдается гиперкальциурия за счет того, что происходит реабсорбция парадгормона. И даже в рекомендациях по терапии псевдогипопартириоза рекомендуется не достигать очень низких значений парадгормона путем увеличения дозы альфа-кальцидола, так как наоборот на этом фоне, за счет того, что парадгормон снижается и перестает воздействовать на почечные канальцы, может у них наоборот развиваться гиперкальциурия на этом фоне. Что касается работы заболевания, связанных с нарушением кальциочувствительного рецептора, то тут наоборот, нам даже не нужно достигать нижней границы нормы. Желательно, чтобы кальций был ниже нижней границы нормы. И лечить мы начинаем только в том случае, если у нас есть клинические проявления. Если нет клинических проявлений, то рекомендуется данных пациентов не лечить, так как гиперкальциурия, которая у них развивается на фоне даже незначительного повышения уровня кальция, она очень опасна для этих пациентов. И это как раз таки их является основной проблемой. И почечная патология – это основная причина их смерти. Да, и в данной группе пациентов нужен более частый скрининг на кальциурию, так как у них очень часто развивается мочекаменная болезнь. В данном случае тоже можно применять такую опцию, как теозидные диуретики, но у этих пациентов это надо делать с очень большой осторожностью, так как для данной группы пациентов еще характерна гипокалиемия, а сами теозидные диуретики тоже могут приводить к гипокалиемии. Хотелось бы еще два слова сказать про аутоиммунный полигландулярный синдром первого типа, так как я не упомянула об этом в самом начале, но гипопартириоз в детском возрасте, если во взрослом возрасте это в основном послеоперационный гипопартириоз, то во взрослом в детском возрасте все-таки превалируют наследственные формы гипопартириоза, и аутоиммунный полигландулярный синдром первого типа является одной из частых причин этого гипопартириоза. Это наследственное заболевание с мультисистемным поражением, есть большое количество различных компонентов, которые вы можете увидеть на данном слайде. И наличие большого количества компонентов, необходимости их лечить, могут приводить к тому, что у нас есть проблемы с компенсацией, в том числе гипопартириоза. И больше всего на это влияет малябсорбция, и еще может влиять аутоиммунный гепатит. На фоне синдрома малябсорбции у нас могут быть как нарушения всасывания препаратов заместительной терапии, которые могут приводить не только к проблемам с кальцием, но к кризм надпочечниковой недостаточности, передозировки или передозировки глюка и минералокортикоидов. Могут быть межменструальные кровотечения, отсутствие менструации, если мы говорим о заместительной терапии половыми стероидами. Ну и частые эпизоды гипогиперкальцемии, которые могут приводить к острому или хроническому повреждению почек. Ну и также у данной группы пациентов бывают нарушения всасывания из кишечника других микроэлементов и витаминов, и у них может развиваться в том числе гипокальциемия, связанная с выраженным дефицитом витамина D. И тут нужно проводить дифференциальную диагностику с гипопартериозом. Ну и также может быть гипомагноземия, встречаться очень часто. И другой компонент, который также снижает возможность компенсации этих заболеваний по гипопартериозу, это аутоиммунный гепатит, который может приводить к тому, что пациенты менее чувствительны к терапии альфа-кальцидолом, о чем я говорила раньше. Когда мы можем выбирать не альфа-кальцидол, а кальцитриол, в связи с чем, с тем, что, прошу прощения, для кальцитриола нет необходимости дополнительной активации в печени. И достаточно только сосаться в кровь, но тут тоже могут быть проблемы, связанные с молиабсорбцией. Тогда в самых крайних случаях невозможно скомпенсировать этих пациентов. Другими способами мы можем пробовать терапию препаратами паратгормона. А на этом, наверное, все. Спасибо вам за внимание. Продолжение следует...